Всем привет. Я пропала с канала на две недели. Вообще-то на четыре. Эти две недели я пыталась организовать для себя отпуск. Нормальный отпуск. В общем, прошло две недели, и эти две недели поисков нормального отпуска и стали моим отпуском, который я провела, сидя за компьютером, подыскивая себе нормальный вариант отпуска. В итоге самым доступным по цене отпуском стало дополнение к игре Sims 4 «Жизнь на острове». Всего 1999 рублей за дополнение, и вы на море. На острове. 2000 рублей. Минимум 200 тысяч рублей это стоит для людей, живущих в реальном мире, а не в компьютере. Я проверяла. Теплый песок и голубой океан. Откройте для себя новый райский уголок и изучите его вдоль и поперек. От самого сердца острова до морских глубин. Короче, благодаря этому дополнению у нас с вами есть все шансы отдохнуть по-настоящему, и делать мы это будем. Вместе с моей мамой. Потому что вы все очень просили снять с ней вторую часть игры в Sims 4. Ой, что, в глаз не попало? Жалко. И потому что у мамы не было отпуска уже лет пять. Класс. Да. К рыбкам. Это дельфин. Какая разница. Мы создадим тебя и меня. Это ты. Я не я. Это не я. О, кудрявая там была какая-то. Эля. Хопа. Ладно, давай немножко посветлее сделаемся. Просто хочу чуть-чуть посветлее. Очень сильно загорела. Я еще не была так долго в отпуске. А это что за зелененькая какая-то? Это когда пять лет не была в отпуске. Мы сейчас будем как-то одеваться. Как-то, чтобы найти мужика. Я думаю, примерно так вот надо сделать. О, нет. Я так не пойду. А мы куда идем-то? А супер, вот так. Вот так? Да. Опа, смотри какая. Спортивный наряд. Вот так, я считаю, тебе надо. Да. Ты бы так ходила в спортзал? Ну, нет. Спальный комплект. Нет, некрасивый. Мам, ты дома ходишь вот в таком примерно. О, вот оставь. Купальник. Хороший купальник, я считаю. А еще варианты есть? Нет. Говно пакет. О! Это ты себе одень. Охрененно. Давай так оставим. Давай. Так, это нам в жару как надо одеваться, когда очень жарко, чтобы не сдохнуть. Я считаю, что надо вот так. Да. Да. Оп. О, как рабочий. Нет, ну вообще-то да. А что там, на Гавайях бывает холодно? На всякий случай давай подберем. Как назовем? Марфу Васильевну. Оксана Петровна. Ну, спасибо. Выберите жизненную цель. Какую жизненную цель ты хочешь? Еда, смотри, есть. Нет. Спорт. Да? Да. Этот персонаж хочет заниматься спортом и стать как можно сильнее. Страннее. Так, у тебя черта характера повышенный обмен веществ. Срать много будешь. Активная. Ну, на тебя не очень похоже, но это пока. Просто веселая. Нельзя нажать. Есть черта характера, дитя океана. Это ты, потому что ты по знаку зодиага рыба. Оно, в принципе, да, примерно так у меня едет крышка. Создаем меня. Ой, такие брови у меня были в 13 лет. Когда ты мне запрещала их выщипывать. О, давай щелкай. О, смотри, похоже. Че? Ой. Слишком красиво для меня, да? О, вот это я только почти что. Ну, в ближайшем будущем, так скажем. Не исключено. Дай бог. Телосложение, значит. Угу, здесь вообще убрать. Годы идут, ничего не меняется. Чуть-чуть еще поменьше сделать. Ну, как-то так ее одеть, как я бы не оделась никогда в жизни. Уходи-ка где-то посмотреть на красивое. Так, спортивный наряд. Так, в зале я выгляжу. А че ты в очках-то? Похоже? С едой. Да, а... Да насрать на гольф, а главное еда. Сиськи появились! А почему так нечестно? В смысле нечестно? Не в смысле нечестно. Хоть где-то-то у меня. Можно мне на сиськи посмотреть? Меня зовут Настюшка. Квакушка. Это мое прозвище домашнее. Выбрать жизненную цель. Буду родственная душа. Очаровательная черта характера. Че, не похоже на меня? Теперь создаем питомца. Опа. Тихона, Ромку нет. Только Тихона, потому что он самый жирный. У него нет шерсти. И его можно съесть, если что. О, стрёмный. Бегись! Точно. Здорово. Спасибо. Привет, меня зовут... Тихон. Тихло. Случайно. Так и оставил. Тихло, а фамилия какая? Тихло, заткнись. Заткнись, его прозвище дома. Черта хора, болтливая. Ужасно. Вот. Вот так мы и живем каждый день. Мы в отпуске, мама. Опа, это кто? Это ты. О, она рыгнула только что. Ну иди давай домой, замерзнешь. Сейчас каким-нибудь акул при... Ну смотри, я жру, ну как всегда. О, всё, стопудовый ты, Тихон наш. Зараза, даже здесь он меня бесит. О, ну в холодильнике есть еда. Это не похоже на наш холодильник. Тихон заболел. Почему? Одни проблемы с ним. Ну видишь, у него это, ноги... Лапки горят. Ноги горят, да. Ты сквозь холодильник ходишь уже. Давай кота отвезем в клинику. Ну я вообще собиралась идти мужиков искать, а не... Ну давай его сначала полечим, потом пойдем мы там. Одни проблемы с ним. О, ты спишь. Ты тоже. А я чуть сплю. Да что ж ты... Ты только пожрала, смотри, уже есть хочешь опять. Это мое нормальное состояние, я сейчас есть хочу. Нам нужно записать на лечение тихло. Какая-то синяя собака. Ты же болеет нам сильно. О, смотри, у этого тоже лапы горят. А у тебя мочевой пузырь уже горит, ты сейчас в туалет побежишь. Опа. А что, двери нету? Ну у тебя как-то не получается. Ты сидишь на толчке, но естественная нужда у тебя как-то не улучшается вообще. Я думаю, у тебя запор. Не, не знаю, я ускоряю его, у тебя естественная нужда стоит на месте. У тебя просто компьютер зависает. Мама, ты срешь уже час. Пипец, короче, мама заболела не только тихо, ну ладно, понятно. Это я ветеринарки что-то подцепила, наверное. Мама, смотри! А почему это я, не ты, по-по-по-по-сделала вот это? Смотри, как птички у вас. Ну реально, слушай, ничего холодное, ну блин. Блин, больно, смешно. Что происходит? Мне не нравится такое развлечение и такой отдых. Я хочу искать мужиков. И плавать в океане с русалками. Голая. Голая. Вот здесь у тебя запор, тут у тебя фингал, блин. Как вообще можно так отдыхать? Слушай, мне кажется, короче, из тихо умрёт, ничего страшного не будет. Давай вернёмся домой, посрём там, ну это просто уже. Мы едем домой. Сать и срать, пить и есть. И я сплю, короче, всё, время не детское, давай спать. Пошли поплаваем-то. Чё плавать? Смотри, какая рыба большая, она тебя сожрёт. Не сожрёт, это ты её сожрёшь. Я буду принять ванну. Ну, сожрала. Всё, я готова искать мужиков. А почему я голая? Мы идём искать мужиков. Наконец-то. Песочный пляж. А где бар? Бара нет, людей тоже, мужиков нет. Никого нет. О, мужики, две штуки. Слушай, я буду с этим знакомиться, он похож на Лёшу. Смешно представиться. Он тебе приличие посмеялся. Созорище. Ты, блин, идёшь, у тебя тарелка в руках. А я как дебил знакомлюсь. Он убежал от меня, пока... Смотри, он прям убегает от меня. Он убегает. Мама, блин. Лови его. Я опозорилась. О, там кто-то есть, поплыли. Мне кажется, он нудист. Нет, в трусах. У него кольца на пальцах. Ну и что? Женат по-любому. Тихон кружится. Играет, очень хорошо. Он сквозь двери. Как ты сквозь холодильник? Мама, от тебя воняет. А вот почему мы мужиков не могли найти. Наступил второй день. Мы с мамой в боевых готовности. Мама сделала мне педикюр. Я уверена в себе ещё больше. Сегодня у нас точно всё получится, и мы найдём мужиков. Давай пять. Это не пять. У меня вот тут дискомфорт. Ты видишь, как мне плохо. Ты посмотри, какого я вот. Мне плохо. Мне нужно поесть и помыться. Чего поесть? А ты там срёшься. Сидишь. Я уже всё. А чё Тихон по столам опять лазит? Почему он орёт, как обычно, как в жизни, как и везде? О, давай примем грязевую ванну. Не-не, давай просто меня помоем, а? Давай грязевую, грязевую. За 60 рублей. Ни хрена. А нахера я бы это... У тебя ещё огурцы здесь. Ты везде со жрачкой по жизни. Ты чё-то долго чё-то ты делаешь. Ну, я отмокаю. А, я играю. А, я играю. Я так обычно не делаю никогда. Да, конечно, нет. Я не играю в ванной. Зопы. Зопа. Мужские зопы. В этот раз мы идём в бар. Так, мы в баре стоим с каким-то мужиком. А там не надо было переодеться? А смотри, у него отпечаток от свитера на теле. Это русалка, походу. Как это русалка? Он русалка. Ну, или он болеет чем-то. Ой, я ему понравилась. Он пылесос со мной обсуждает. Опа. Тут им весело должно быть. А там очень много леди. Да, мужик и за барной стойкой ещё один Хавея Йосуа. Ну, отсюда уходим. Куда? Куда-то. Я предлагаю смотаться домой, переодеться в самые красивые купальники и идти на пляж. Давай. Давай. Всё, пошли. О! На пляж. Вот, это тот мужик, с которым я вчера пыталась познакомиться. Ой, сегодня он мне не кажется симпатичным. Расслабь. Загорать на кишон. И ты давай. Я... А где мужики? Вау! Слышь? Приветствовать дружески. Нет, он сам к нам подплывёт. А чё он как конёк какой-то морской? Нет, он просто не знает, как к тебе подкатить. А, слушай, а мне кажется, я сейчас обосуруюсь. Ну, давай, чё он там хотел-то? Мечтает и мечтает. Опа. Они все к себе. Мам, ты голая, разговариваешь с мужиком. Ммм, ну, правильно. А, слушай, а почему я к нему возвращаюсь? Мы вчера с ним не очень поладили. Я пыталась с ним зафлиртовать, а он не принял. Ну... А потом убежал. А тебе надо помыться, ты воняешь. Я могу пригласить его на свидание. Чё, вы идёте на свидание? Да. А ты сидишь в туалете. В общественном. Прямо сейчас. А мы идём на свидание. Алексею сейчас позвоню. Зачем? Что ты идёшь на свидание. Ты чё? Я хочу, чтобы ты посмотрела на свадьбу хотя бы в игре. А чё, так можно здесь? И детей рожать здесь можно. Давай детей здесь рожать. Ой, у меня здесь есть задание, что с ним нужно сделать. Короче, мне нужно с ним пообщаться. Я могу дерзко заигрывать. Ага, сейчас я буду дерзко заигрывать. Я сейчас порваю руку хотя бы. Ты же, знаешь, рваненькая маячика у него. Видишь? А я зашивать не умею. Я сейчас признамся... Признаюсь... Признаюсь симпатией. Ну, давай. Как хорошо, что я себя так не веду. К нам подошла светящаяся красивая баба. Очень вовремя. Она ещё ругается на нас. Охренела. Чё она делает? Чё за гавнища? Они сорвали наше свидание. Не ори! Первый поцелуй! Сейчас будет первый поцелуй, да? Да не ори, пожалуйста! Ребята, у меня должен быть первый поцелуй только что. О, кто-то спит там. Там кто-то спит, понимаешь? На первом свидании. Это уже второе. Мы вчера ознакомились. Мы можем поцеловать. Мне интересно, где мама. Я думала, тебе интересно, как здесь можно целовать. Это не очень романтично. А мы можем пойти домой с ним? Зачем он? Мы можем стать парой! Такая идиота. Найди меня, мама, на фото. Крайняя справа. Заметь счастливые два идиота. Я и он. Ой, мама! Ну вот да, я домой пришла одна голая, что? Я тебя положу спать. А что я голая сплю? Одень меня хотя бы в пижамку-то. Ну ты дома вот так вроде иногда делаешь. Ну нет, все так делают. Я тоже делаю иногда такое. Ой, уже 4 утра, мама. А нам мужика тебе искать уже сегодня. А ты не выспалась. Я-то ладно, я останусь дома. А ты пойдешь одна. Давай, позавтракай. О, нормальное, короче, это все. Это нормально, это ты. Я не теряю надежды. Ладно, хочешь сказать, что ты сейчас сможешь приготовить, да? Должна. Ой. Я же говорила. Ничего не меняется. Прям ты. Не плачь. Зато я кушаю, и у меня есть мужик. Вот, видишь, как надо готовить? Видите, как надо готовить? Че? Ты еще вчера говорила, что можно сожрать этого кота, если что. Нет. Да. Сапфировый берег. Слушай, а тут как-то пусто, нет ни людей, ничего. Просто еще раннее утряки, Сулечка. Раздевай меня. Уже час дня. А, ну, наверное, просто сейчас... А что, где мужики? Алло. Давай, смотри. Это твой мужик на сегодня? А ты тебя не устроила? Дельфин думает, нравитесь ли вы ему? Он исчез. Позвать дельфина. Нихера себе тут дельфины. А где же мужики? А можно куда-нибудь сходить в ресторан поужинать? А что-то только о еде опять. Я ведь красивое платье хочу. Слушай, я со своим мужиком голая познакомилась вообще. Короче, мне кажется, этот мужик здесь живет. Причем именно на этом месте. Причем он постоянно играет в шахматы. Он, походу, очень умный. В невидимые шахматы он играет. Я думаю, может быть, это судьба все-таки. Он пошел там, смотри, в ластах. Пойдем догоним, посмотрим, кто это. Я тут какой-то плавун. Он умеет сильно плавать. Ты так не умеешь. Мы не можем его догнать. Ой! Понятно. Ну, я говорю, судьба. Мама, он активный. И что? Хорошо. Ты с какой-то сердитой бабой общаешься, мама. Слушай, а это может быть его жена. У него кольца на пальцах. Ну что? Женат по-любому. Сегодня третий день наших поисков. И знаете что? Если мы сегодня не найдем мужика, то мы найдем его завтра. Или послезавтра. Я хочу уехать из этого отпуска. Хочешь спортсмена? Фитнес-клуб, пошли. Спортсмена мужика, а не фитнес-клуб. Там написано фитнес-клуб. Спортсмена хочешь? Ну, поехали. Ну, вот поскольку мы в фитнес-клубе... Надо переодеться. Нет, нам нужно найти спортивного мужика. Вот смотри. Опа, между ними на дорожку. Опа, вперед. Это кто? Это не я. Мне кажется, сейчас вы разосретесь. Он думает, что ты мусор. А переодеться не надо. Опа, вау. Ну, это, конечно, не совсем вау. Самое главное, что мужик смотрит на нас. И думает, что ты солнышко. Просить руководить обучением. Он будет нашим наставником. Похоже на начало порнофильма. Я не смотрела. Короче, я думаю, мы уже достаточно познакомились. Мы можем, в принципе, уже... Не-не-не, нам надо сделать упражнение. Нам, ну... Нам нужно найти мужика. Мы сейчас можем флиртовать с ним. Ну-ка, давай. У нас получилось. Сексапильная поза. Кто это? Кокиш, ну что это за позорище-то? Мы можем поцеловать ему руку. Да еще чего, Настя! Значит, куда пошел? Алло, стать парой. А он что-то не хочет. Стой, тихо, не сглазь. Сплюнь быстрее. Мама, вы пара. А он ушел. Он спать хочет, видишь? Он должен хотеть спать с тобой, я извиняюсь. Мы пожрали-посрали. Мужика нашли. Да, и зовем его в гости. Мы можем его соблазнять прямо с порога, мама. Мы сейчас будем его соблазнять. С порога. С бутербродом в руках. Он тебе делает комплименты, ты нюхаешь бутерброды. Я не знаю. Он от нас убегает. Какого хрена? У него спорт. Пусть бежит. Заключить в объятия. Ой, мама, он против тебя. Не хочет. Мама! Разорвать отношения. Бей-нас, варбо. Зорбо. Говно. Ой, мама, господи. Я думала, я думала, он тебя ударил, а ты упала. А ты начала прескачать. Ну, как бы... Спасибо вам огромное за просмотр. Мы вас всех безумно любим. Если хотите третью часть, то знайте, что мы тоже хотим третью часть. Мы вас всех безумно любим. Целуем, обнимаем. И всем пока-пока. Пока. Продолжение следует...